И без заморских гостей в России умеют показывать зрелищный хоккей. В минувший уикенд в Екатеринбурге в настоящий спортивный триллер превратилось в противостояние автомобилиста Ягбарса. По ходу встречи обе команды поочередно выходили вперед. То жмакен шайбой отвечал на точный бросок Обухова, то уже песен дуплетом восстанавливал паритет после голов Юксеева и Мизея. Такими темпами соперники добрались до серии буллитов. В лотерее же штрафных бросков удачливее оказались именно белые барсы. А вот Нижнекамскому нефтехимику порадовать своих болельщиков не удалось. Магнитогорский коллектив Владимира Голубовича в сухую уступил местному металлургу 3-0. Но реабилитироваться черно-синие могут уже сегодня. В Челябинске татарстанцы скрестят клюшки с трактором. С победы из Подмосковья в столицу Татарстана вернулись волейболисты «Зенита». Воденцовы гладиаторы не оставили шансов искре 3-0. В лучшем составе казанцев стал Мэтью Андерсон. На его счету 21 очко. Следующая встреча у коллектива Владимира Олегна запланирована уже на завтра. В центре волейбола зенитчики в рамках Лиги чемпионов примут немецкий Берлин. Вновь хоккеистам «Динамо» не удалось одержать победу над своими московскими одноклубниками. Накануне «Белоголубые» крупно проиграли сопернику с первопрестольной 8-2. Голами у казанцев отметились Радюшкин и Лаконин. В чемпионате России по футболу пока зимний перерыв, а это, как известно, лучшее время для трансферов. Накануне стало известно, что в ближайшее время стан Рубина может пополнить защитник сборной Азербайджана Руслан Абышев. Также в Казань сватают одного из лучших опорных полузащитников Старого Света, француза Яна Мвилу. Евгений Евневич, Вести Татарстан.